В Индии продолжается спасательная операция на месте схода ледника. На сегодня известно о 28 погибших тела двоих умерших извлекли из-под завалов минувшим вечером. Спасатели работают круглые сутки. До сих пор пропавшими без вести остаются около 200 человек. После 7 февраля наступление каждого дня жители Чамали ждут с тревогой и страхом. С 8 до 9 утра здесь обычно размещают данные о поисках пропавших. Минувшим вечером приказ был нарушен. В 19 часов по местному времени стало известно о найденных телах еще двух людей, работавших в туннеле, где произошел сход ледника. Известно, что погибшие жили неподалеку от места трагедии. Обоим еще нет и 40. В момент схода ледника мужчины находились в туннеле, выполняли замеры. Стихия за несколько секунд замуровала пленников под слоем песка и камней, исключив любые шансы выжить. Основные силы сейчас брошены на округ Чамали. По нашим данным, под завалами могут находиться еще около 50 рабочих. Все они были в туннеле. Мы надеемся, что они живы. Хотя связь с пленниками не налажена. Мы лишь предполагаем их местонахождение. Ранее из такой ловушки нами были спасены 15 человек. Катастрофа, потрясшая всю Индию, произошла утром 7 февраля в районе реки Дхаулиганги. Это один из рукавов Ганга. Стихия спровоцировала разрушение строившейся плотины электростанции, что вызвало сильное наводнение. Лишь чудом спасателям удалось отвоевать у большой воды близлежащие деревни. После трагедии в списках пропавших без вести значились более 200 человек. На сегодня известно, что 28 из них погибли. Спасательную операцию проводят несколько бригад национальных сил реагирования, а также пограничники и группы волонтеров из местных жителей. Спасатели составили список, где могут находиться рабочие, однако не исключен факт и обнаружение погибших в других местах. На месте спасательных операций постоянно находятся тысячи родственников и друзей пропавших. Мы стараемся всем им оказывать психологическую помощь. Накануне с неутешительными заявлениями выступил глава правительства штата Тривендра. Он признал, что власти готовы к самым печальным последствиям. Не исключено, что общее количество жертв стихии составит несколько сотен человек. Амир Хайдаров, Михаил Зейфман, Хабар-24, Индия.